Обтекаемые формы гоночной Маруси привлекают внимание издалека. Так хочется к ней прикоснуться, посмотреть, что внутри, но она под стеклом. Прозрачный куб, словно броня для экспонатов на выставке «История российского дизайна», ведь многие сегодня раритет. В зале представлены три раздела – авангард, советский дизайн и современный. К авангарду смело можно отнести сервиз «Белый», выполнен по эскизам Казимира Малевича. В 1923 году он словно забыл про свой черный квадрат и отдал предпочтение исключительно белому цвету. Но геометрия форм, которая прослеживается во многих его работах, сохранена. Это не чайник, а лишь его идея, говорил Малевич. Что касается чашек, то такие полусферы появились отнюдь не случайно. Форма чашечек, затем тоже стоит некая история, что к нему пришли в гости его друзья. Он сказал, заходите, посидите. Они сказали, нет, мы ненадолго на пол чашечки чая. Вот так появилась идея половины чашечки. Идея создать перспективное такси появилась в 1964 году. Это такой первый вариант минивэна. В массовое производство автомобиль запущен не был. Этим-то и ценен, как тогда, так и сегодня. Для театралов особую ценность представляют плакаты. Они словно подсказка, намек. Что будет происходить на сцене? В сказке Венского леса. Плакат для спектакля Московского академического театра имени Маяковского. Глядя на афишу большого фестиваля мультфильмов все предельно ясно. Юмор, улыбки, легкость обеспечены. Но есть и плакаты, сложные для понимания. Например, что автор хотел сказать, написав «Он здесь». Здесь капли воды. Меня, кстати, обратил ребенок внимание на этот плакат, потому что очень похоже на капли дождя, например, на стекле. Вот поэтому, собственно, мы у него тоже остановились. Не знаю. Для меня это только капли. Не столько любопытство, сколько профессиональный интерес есть к этой выставке у Татьяны Моревой. 30 лет она работала именно дизайнером. Некоторые экспонаты вызывают ностальгию, а иногда появляется и сожаление. Поскольку это вещи моего детства, можно сказать, и для себя я отметила плакаты, посвященные космосу, полетам. К сожалению, сейчас многие разучились мечтать и фантазировать. Хотелось бы, чтобы это чувство присутствовало во всех, не только в детях. Мечтать и, конечно, фантазировать. Дизайнеры, художники без этого не могут. Смело выплескивают все на бумагу. Свои идеи воплощают в дереве, металле. И пусть их работы иногда вызывают споры, но уж точно нет равнодушия. А это для творческих людей всегда важно. А для юного Стефана пока важно рассмотреть в мельчайших деталях гоночную Марусю. И как жаль, что машина лишь музейный экспонат. Она уже вошла в историю. Историю российского дизайна.